Субтитры делал DimaTorzok В нас есть традиционная номинация у нас всегда. Первое. Ростки новой власти. Вот я уже седьмой год был. Ростки новой. А хотелось бы, чтобы уже были деревья. Вот. Итак, ростки новой власти. Внимание на экран. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В настоящее время нередкий случай, когда по федеральной программе к деревням и селам подведены магистральные газопроводы. Но далее до жителей газ не доходит годами. Активисты деревни Курманка Свердловской области организовали товарищество, самостоятельно провели инженерно-изыскательские работы, создали проект и совместно с администрацией полностью газифицировали свою деревню. Жители города должны иметь возможность участвовать в местном самоуправлении. Для этого общественная палата Нижнего Новгорода объединила неравнодушных граждан для совместного выявления и решения городских проблем. В результате были учтены требования горожан по изменению концепции благоустройства главных улиц и площадей города, отменена незаконная застройка парков и скверов, сформированы новые тенденции развития городской среды. Привести в порядок придомовую территорию, помочь ветеранам и инвалидам, решить разные комплексные проблемы жителей можно только сообща. ТОС «Микрорайон номер 5» города Лобинска смог успешно объединить усилия общественников, волонтеров и органов местной власти. Сегодня многие насущные проблемы района решены. Несмотря на название, микрорайон «Зеленый клин» города Бийск – сплошной каменный лес. Жителям микрорайона, да и всего города, очень нужны парки и места для активного отдыха. Инициативная группа общественников создала эскизы, разработала проект уникального парка и добивается от администрации города его осуществления. Взаимопомощь на дороге – это клуб, в котором участники помогают в сложных дорожных ситуациях за простое человеческое спасибо. Ведь от таких ситуаций не застрахован никто. Заявки о помощи поступают на бесплатную телефонную линию, а также через социальные сети и мессенджеры. Цель проекта – возрождение автомобильного братства на дорогах страны. В микрорайоне Междуречья, что на окраине Нижнеудинска, проживает около полутора тысяч человек. Обсудив наболевшие вопросы, его жители решили создать ТОС, чтобы стать управлявцами своей территории. Сплотившись, они тратили свое время, силы и даже свои личные средства на ее благоустройство. Сегодня этот район не узнать. В прекрасный уголок отдыха с детскими игровыми площадками приезжают жители и других районов. Итак, номинация «Раски новой власти». Я хочу пригласить на эту сцену председателя счетной палаты России Алексеевича Кудрина для вручения лауреатских наград и премий. Второй подход к микрофону. Я просто хочу сказать, что это второй и последний подход. Но это как пойдет, я же знаете, я могу что-то еще придумать. Из года в год именно в этой номинации я вручаю главную премию. И сразу хочу, Леонид, тебя успокоить, что она всегда будет ростками, потому что наша задача... Вы меня сейчас расстроили. Я сейчас поясню, почему, чтобы тебя это убедит. Дело в том, что мы хотим, чтобы вот те люди, кто взялся за какие-то дела, не будучи во власти, потом туда пришли. Вот мы хотим, чтобы таких людей было лучше. Да нет, это знание не воритет, не воритет. Мы хотим, чтобы то, что называется местным самоуправлением, реально таким и было. И зачастую люди даже не знают тех прав, полномочий, возможностей войти вот в эти местные советы и решать вот так, как они сейчас решают, не будучи во власти, помогая другим. Они лучше распорядятся средствами, они знают цену этим ресурсом. Вот почему мы хотим, чтобы всегда были эти ростки. Чтобы и сейчас, и потом всегда эти ростки пробивались, и эти люди приходили в эту власть. Я вообще думаю, простите, Алексей Руслан, что если у ростков будет получаться, то может и у власти будет получаться. Ну а не примерно вот так. Нет, здесь как раз его очень логично рассуждать. Я сейчас хочу зачитать, кто у нас победитель. В номинации «Ростки новой власти» проект «Газифицируем вместе российские деревья». Здравствуйте. Спасибо за оценку. Деревня Курманка недавно ответила юбилей. «Держи» — «Ростки новой власти». Если серьезно, то хотелось бы, чтобы изменения в жизни людей, в инфраструктуре, приходили немного быстрее, чем такие крупные юбилеи. Спасибо. Спасибо.